Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор компанией ZikMILA, сам и я, Артур Идиатулин. Пара доллар-иена преодолела отметку 112 иен за доллар. Вчера в среду, впервые с конца апреля 2019 года, опасения о рецессии в Японии, долгосрочного влияния вспышки коронавируса на региональные экономики, предвкушение оттока капитала из-за Японии перед концом финансового года, укрепление доллара как защитного актива, все эти факторы внесли вклад в сильное ослабление иены. Тем не менее, в краткосрочной перспективе более вероятен откат пары доллар-иена, что, в принципе, сейчас и происходит, и, естественно, так как предложат более привлекательные точки входа для покупок, так как долгосрочные факторы фундаментальные благоволят именно дальнейшему ослаблению иены. Как я писал ранее, японская экономика начала сильно сдавать позиции еще до вспышки вируса в четвертом квартале прошлого года, когда власти пошли на довольно непопулярные меры в октябре, повысив налог с продаж, при этом домохозяйство урезали расходы на 11% в четвертом квартале по сравнению с четвертом кварталом 2019 года, а в ВПФ в квартальном выражении сократился на 6,3%. Это значительная цифра для японской экономики, которая делает рецессию, то есть два последовательных отрицательных квартала подряд практически неминуемые. В феврале же стало ясно, что карантин сильно ударит по китайской экономике, подкосит потребительский спрос, а значит урежет импортный спрос Китая. Также можно отметить, что на Китае еще висят и обязательства по торговой сделке. Это означает, что часть импортного спроса Китай должен перекинуть с одних торговых партнеров на США, то есть увеличение импорта из США, по сути, будут оплачивать другие торговые партнеры, как ЕС, как Япония. И эти два фактора, то есть снижение потребительского спроса в Китае и необходимость выполнять торговую сделку, это говорит о том, что Китай должен снизить и уже снижает спрос на японские товары, на японский экспорт. Стоит отметить, что доля экспорта Японии в Китай составляет 23,5%, то есть более чем 1,5%, а из-за того, что правительство рискнуло пожертвовать драйвером потребления на некоторое время ради упрочнения фискальной дисциплины, ради стабилизации фискальной политики, путем повышения налога с продаж, надежда в плане роста была на экспортеров, на повышение объемов экспорта. Но и они, в свою очередь, ненадолго потеряли, будем говорить, своего основного покупателя. Собственно, удар по двум главным болевым точкам Японии, то есть по домохозяйствам, по их потребительским расходам, и по экспортерам имели негативный такой синергетический эффект, потому что они происходили последовательно друг за другом. И это теперь следует, однозначно требует ответа от Банка Японии, то есть денежного смягчения. Однако к этому моменту есть большие вопросы, есть большие сомнения, что Банк Японии не сможет это сделать, что все-таки он укажет пальцем на правительство, на то, что есть также фискальные меры, и их нужно предпринимать. Сейчас, соответственно, ожидание увеличения расширения денежного предложения или через кредитные стимулирования, или через фискальные расходы, они формируют соответствующие ожидания, медвежьи ожидания по иене. Замедлением темпов роста клинически подтвержденных случаев и смертей внимание рынков переключилось на долгосрочные экономические эффекты, то есть на последствия китайского карантина. Это примерно начало происходить 14 февраля, когда стало уже очевидно, что темпы роста клинически подтвержденных случаев в Китае падают, поэтому сейчас основные ожидания, основные спекуляции разворачиваются вокруг того, как долго продолжится китайский карантин. И разумно предположение, что страны, экспорт которых ориентирован на Китай, пострадают больше, чем другие, что отразится в ослаблении валют тех стран. Можно заметить, что так произошло с австралийским долларом, с японской иеной, с новозеландским долларом, которые сейчас дают поддержку за поддержкой против других основных валют. Доля экспорта в Китай у этих стран составляет 39%, 23,5% и 27%, соответственно, что значительно выше, чем у других стран основных валют. В то же время, такие валюты, как канадский доллар и норвежская крона, они оказались более устойчивыми к фактору дестабилизации торговли с Китаем, потому что у них доля экспорта в Китай от общего экспорта сравнительно низкая. Тем не менее, они были достаточно чувствительны в последнее время к опостреданному фактору замедления китайской активности, то есть к ценам на нефть. Сейчас цена на нефть у нас стабилизируется. Это, наверное, видно из-за роста котировок. Примерно с 1 февраля у нас начался позитивный тренд. Сейчас у нас происходит небольшая коррекция. И если этот тренд сохранится, если хотя бы цены на нефть придут в стабилизацию, то соответствующие кросс-курсы, как австралийский доллар, канадский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар и японская иена, канадский доллар, эти кросс-курсы продолжат свое снижение, так как в краткосрочной перспективе у нас позитивный есть тренд на рынке нефти. И с другой стороны есть долгосрочные факторы, то есть долгосрочные последствия китайского карантина, которые обуславливают слабость тех валют, экспорт которых ориентирован прежде всего на Китай. Еще одним драйвером снижения японской иены стали растущие спекуляции о том, что японские инвестиционные фонды перекладываются в зарубежные активы, ищут доходность зарубежом с приближением конца финансового года, то есть это в марте происходит, так как доходность японских активов становится все менее привлекательной, и удивительно, что интерес японских инвесторов к доходным зарубежным активам будет расти, эта тенденция будет усиливаться. Поиск доходности сейчас должен продолжить доставлять японскую иену, и такие ожидания на рынке Форс среди его участников, они еще больше способствуют росту спекулятивного давления на японскую иену. Можно взглянуть на график недельных покупок японскими фондами иностранных бандов, среднего и дальнего срока погашения, и видно, что к середине февраля рост покупок японскими фондами иностранных бандов начал расти, и это сейчас широко обсуждается. Процесс корректировки портфелей идет таким образом полным ходом, и это говорит о том, что происходит отток капитала из Японии, и это обуславливает дополнительное давление на японскую иену. Тем не менее, рост пары доллар-иена, дальнейший рост пары доллар-иена, сейчас упирается в то обстоятельство, что за последние два дня произошло резкое ослабление иены, сейчас требуется коррекция, так как пара у нас японская иена ослабела на полтора стандартных отклонений, достаточно необычное движение для японской иены, если сравнивать с историческими данными, то вот этот рост более чем на полтора стандартных отклонений, из-за того, что это очень необычный рост, это скорее всего говорит о том, что сейчас паре требуется коррекция до уровня 111.50, до уровня 111 пара должна некоторое время пробыть на этом уровне, чтобы мы уже дальше могли пользоваться теми обстоятельствами, что в долгосрочном плане японскую экономику ждет дальнейшее ослабление, у нас ждут монетарные либо фискальные меры от японского правительства, от банка Японии, и это все как бы обуславливает сейчас привлекательность долгосрочных покупок. Но чтобы эти долгосрочные покупки реализовывались, нам необходима локальная коррекция до тех уровнях, которые я озвучил, и затем уже можно будет продолжить рассмотрение возможностей покупок данной пары. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует...